Нелегко новостей из красноярских телеграм-каналов, вот дела.ру сообщает о том, что в магазинах заканчивается виски и коньяк. Снизу поправка, это и говорится про импорт. Так вот, импорт виски упал на 70%, импорт французского коньяка и пива на 60%, ну и соответственно взлетели цены от 27 до 40%. Следом идет новость из проспекта Мира. В центре Красноярска продают под офисы двухэтажный деревянный дом за 35 миллионов. Вот так он выглядит и стоимость это примерно однушки в центре Москвы. Итак, что известно, это объявление есть на Авито. Площадь здания составляет 363 квадратных метра, есть приусадебный участок на закрытой территории и подсобное помещение. Также немаловажно, что это объект культурного наследия регионального значения. Соответственно за ним должен быть определенный уход, ведь все-таки здание построено в конце 19 века. Еще одна новость от телеграм-канала Мэш. Они сообщают, что владельцев вертолета, протаранившего здание аэровых зала «Богучаны», это было в январе 2021 года, взыскали больше миллиона рублей. Хотя должны были взыскать около двух с половиной, но в итоге поделили эту сумму на истца и ответчика. Так вот, суд сказал о том, что и плохо была нарисована разметка в аэропорту, но и также припарковали плохо вертолет. Еще одна новость позитивная напоследок. Наш телеграм-радио «Красноярск. Главный» проводит конкурс и дарит билет на концерт Григория Лепса. Уже сегодня вечером они подарят два билета на концерт Григория Лепса одному подписчику из телеграм-канала. Соответственно все подробности можете смотреть в телеграм-канале «Красноярск. Главный». Ну а далее у нас погода. Узнаем, какая она будет на этих выходных. Продолжение следует...